то что касается геометрии стоек что дает геометрия стоек она дает возможность работать над самим собой без спарринг-партнеров тебе не нужно ты можешь круглосуточно заниматься если ты занимаешься только кумит и где постоянно нужен спарринг-партнер да это ты ты немножко завязан за зависим особенно с возрастом да ты мало найдешь возрастных спарринг-партнеров которые вот тебе вот и давай побьемся на мне сенсей когда-то говорил что только когда мы начали с ним именно традиционно заниматься что тихом кота кумит и возра очень важно на каком-то определение ну кихон до кихон ты шлифуешь технику на этот ты на кота на одно движение ты должен как бы как таблицу умножения изучать потом ты переходишь другим более сложным потом дальше 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 и там три гонометрические функции постепенно но по если ты не знаешь таблицу умножения ты не можешь просто никакую задачу решить основы это начальники ход дальше кота и он говорит когда с возрастом ты приходишь ты будешь ты не будешь биться ты не будешь тихоном заниматься но с возрастом ты можешь спокойно выполнять кота и кота будет держать твою форму и даже какое-то развитие получишь почему потому что вот в стойках никогда не было такое что ты идеально делаешь кота всегда есть где-то где-то не так стал дед и ты стал и вот именно в кота ты впал я вам как-то говорю когда мы занимались что ударили именно не во время удара работать а в паузе когда ударил и у тебя есть время проанализирует что ты сделал как ты поработать с внутренними рада внутренней работой да и кота дает вот эту внутреннюю работу ты стоишь и вот перемещение чуть-чуть стопу не угол поменял да у тебя всегда есть каждый раз исполняй кота меняется немножко сжатишь и тайминг и когда ты выходишь там 10 раздел 1 кота 2 30 она будет разные кота по исполнению просто вышлифовывается элементы убирается вот этот мусор и ты приходишь там через 30 кота какой как будто бы у тебя просветление ты получаешь такое удовольствие действительно кальку не усталость а кайф получаешь вот потом ты к этому сцене будешь приходить через 20 кота потом через 10 кота но вот чтобы сразу стало идеально сделал прямо идеально я не знаю я такого как бы не знаю и себя вот и себя невозможно обмануть когда ты думаешь что ты научился полностью караты просто выйди сделай кота и ты поймешь что у тебя еще очень много на чем есть работать вот эта традиция а вот ко всему и я считаю что вот во все караты она в этом она одно должно быть и вот эти геометрия до математика на она вот такая вот здесь если она так дважды дата на 4 она не может быть 6 вот и когда ты находишь вот эти усилия потом ты можешь хочешь повыкаю хоть пакет кашин где хочешь того выступать вот этот принцип я считаю что это более такой правильный на подход и но единственное конечно сложно найти наставника потому что они всегда пишут и я согласен что без наставника найти вот это состояние войти научиться но невозможно да вот по видео я тоже когда сцена встретиться умери как умерю многие вещи по видео там был на сентам по видео невозможно учиться это активнул да а потом по жизни когда мы начали тренироваться я понял что он горит хорошо делаете как японец я такой вот начнем умею там вреда будут где только вот здесь через час подошел а вот зенкутс начал править и оставить не могу думаю сейчас упаду думаю ничего все хорошо похоже и каждый год там лет семь восемь-десять я первый я торопился пытался на через лет 12 13 понял что она сам она будет заходить постепенно я перестал торопиться и она носа как как внутри раскрылась и информация стала во внутрь заходить и ты понимаешь что вот это будет бесконечный процесс реально бесконечно ты не научишься за пять-десять лет хорошим к прям дайте до вершин поэтому горит каратэ длиной в жизнь это действительно то что я могу сказать на своей практике на опыте своих тренировок а вот тогда она на последний вопрос вот адептом киокушина которые с трудом понимают какие-то вот эти моменты мы вот сами убедились мы приглашали вас на сборы мы знаем как младшие пояса хотя там не было младше в нашем понимании кукшина с капюсов это они реагировали конечно не поняли ну честно говоря не поняли ничего что происходило старшие поняли что ничего не получается то есть мы тренеры вышли из со сборов с ощущением что ничего не получается и вот мы сейчас практически сколько у нас 67 тренировок было тоже меня спрашивает жена ну что вы делали я говорю вот так вот так говорю делали она говорит сегодня опять так делали грида опять делаю и что я говорю не было ни одного чтобы сказал что хорошо да всегда сколько не делай всегда здесь ничего не получается с чего начать если человек хочет приобщиться к основам к этому корню каратэ прикоснуться куда этим вот корням может быть что-то вот такое вот самое простое за что зацепиться можно чтоб что подправлять киокушине каких к чему как каким основам вернуться потому что ты ангри занимаюсь кроссфитом и основатель у нас сказал очень важную вещь что когда ты почувствовал что ты достиг мастерства самое время вернуться к основу в это время что основы к чему как раздево все ряд сердце каратэ такский ски это каратэ мы вот эти дни били мы понимаем что уловить ски это архи сложно да я допустим провожу порядка тысячи ударов ски 2000 ударов он у меня я пока бьют две три три тысячи ударов я могу прокатать всю историю каратэ внутри изменить я в ски могу бью и у меня состояние вхожу и какие-то вещи дома а если в этом элементе вот этот ски через ски я могу прогнать всю технику каратэ вот заложено если вы поймете ски вы эту технику методику проведете вовсе во все удары во все перемещения то есть каратэ ски и движение шагом да я извиняюсь конечно этот помните мы разговаривали как-то и вопросы задал я говорю вот говорят что если 10000 раз ты сделаешь неправильно то ты 10000 раз я говорю но невозможно сделать правильный ну да ну так не получится если ты укоренился в своих ошибках если то нет конечно поэтому очень важно плавная плавная работа начальная плавно да опять-таки наставник должен выправлять если ты конечно пойдешь просто на количество бить она будет чуть-чуть сильнее да но в итоге ты можешь навредить там сустава будут болеть там много ты укоротишь технику потом ее не исправишь поэтому нужно не торопясь вот есть определенное задание простое движение не думать о силе а думать о траектории тайминг траектория тайминг постепенно силы при она придет и набивка вот пример до самый простой пример многие да вот тогда на семинаре за набивкой занимаюсь я не занимаюсь набивкой но когда мы проверяем как бы удары надо разница огромная вот хотя я никогда не забиваюсь набивкой работа воздух я бьют ски много вот этот ски через ски формируется тело я вам уже говорил что формировать немышечный корсет на свой то есть эту фасциальную систему такой скафандр внутри образуется и когда он усилится многие вещи непонятно почему этот скафандр слабо особенно он есть внешне ска есть внутренний скафандр еще до внутренней фасциальной системы такие поезда у многих они у молодых у детей они очень не развит у молодых даже ребят сильно физически они не развиты и он не может понять как дышать чтобы вот к я вам показывал дыхательную гимнастику ну то есть в упражнении это не просто вы понимаете но сделать это очень сложно постепенно постепенно через вот работает ски можно найти вот управлять ски это не удар рукой ски это работа вот сегодня выгодит ски это работа стоп это работа пирожки живота поясничной мышцы тазово дна диафрагма вот это все все и тайминг и когда это пройдет у вас внутри образуется насос когда насос вы давите вниз и получаете реакцию пор и она выходит хотите в ногу хотите в кулак хотите в палец хотите в голову в любой часть тела направлять но это такой длительный процесс но он чем интересен во первых он продлевает вашу и спортивную составляющую и вы эту технику можете под любым ракурсом хотите лежа ударьте хотите сидя хотите на одной ноге стойте абсолютно такой же иногда показываете не же что я истоки могу дарить я могу на мизинец там стать ударить разницы не будет вода главное найти его да вот эту точку опоры сначала в стойке а потом бою через геометрию потому что развитие ты должен найти оптимальную ситуацию только позицию который ты можешь развить максимальность усилия когда ты ее находишь и начинаешь там же несколько в кота заложено очень много позиции перемещения до траектории и вот ты вот это состояние не должен нигде не терять с первого под до последнего движения в этом и кота заложено что из одной позиции с этой плите легко дали а вот с другой пози ударить туда туда и туда еще тайминг не просто ударить постоять а тайминг к тоже темп меняется медленно быстро быстро и некоторые вещи ты должен четыре две раз два три и ты понимаешь просто перебегать ты не сможешь это физически у тебя просто махи получается а тебе нужно ударить не потерять натяжение оттуда использовать упругую составляющую ударить туда ударить туда ударить сюда и сразу на мышцах это невозможно сделать это расхлябанность быть потеря баланса и только сдержать дыхание правильно поясничную мышцу там многие многие вещи такой пучок да вот этих нитей только тогда и когда ты от обратного идешь когда ты это видишь что у тебя получается внешне ты понимаешь что ты внутренний это вырос но без внутренней ты не сможешь делать внешнюю такая взаимосвязь она нам кончу кончу показал это но он не объяснял она уже всегда бьем серединку и кончу мацу и добавил в кихоне удары 45 градусов мы начали бить то есть и и все поняли что мы не можем создать удар то есть как только появился непривычный угол и оказалось что мы не можем создать из тела удар то есть он не рождается и также ноги моей гири прямо умеют все бить начали моей гири бить 45 градусов и оказалось что нет правильно да до конца не почему не задумывается просто бить мышцами по 45 градусов я вам помните на первой тренировке сказал вы энергии внутренние органы до дыхание с аккумулирует энергию сжатие тенцегрити до состояния сжатия натяжения а вы выброс энергии идет за счет суставной тазобережных суставов чтобы ударить 45 градусов нужно сработать вот такой щелчок тазобережных сустав тазобережных сустав дали вы должны направить в точку удара куда бы вы не на 360 градусов чтобы ударить если тазобережных сустав туда смотрит бьете а вы бьет хотите ударить туда удара не будет это будет тычок чтобы ударить вы должны мгновенно повернуть тазобережных сустав поэтому с ростом чем выше дан тем выше мягкость тазобережных суставов когда у меня один ученик хотел сдать там на 4 дам говорит я вот хочу на 4 дам сдать и я так сенсей задал вопрос сделал паузу и после паузы минут пять спорш прошло бы ужинали он горит и он дам вере дефекал горит это вы же инструкторский дам инструктор 4 начинается 3 данный этот еще чудо и вере дефекал и так промеж-можего ли софт очень мягкий то должен вот это он делает мощную технику прям сумасшедшую технику делать посмотришь там лет но недостаточно мягкий таз и он говорит 4 дам это надо научиться мягким таз работы и тогда ты работаю тебя свобода по оптимизации я же показываю когда тазом внешне это кажется легко но работа импульс идет от таза все что вы накопились аккумулировали таз это мушка куда вы но вот этот но это я я тоже был панике он бы просто выставлены чем зачем мы занимались но мне настолько это понравилось я просто захотел это добиться цепился и стал наработать она постепенно начинает сдвигаться когда ты вот что-то зацепился у тебя появилась вот какая-то энергия внутри это настолько интересно ты все время этому больше 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 начинаешь уделять внимание потому что слишком много тысяч повторений сделано неправильно поэтому да бывает да тут поэтому здесь торопиться нельзя здесь просто нужно обдуманно ну контроль 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 каких-то вещей хороший фильм был про брюс лига вот твое знание вот мое знаю как наполнить твой стакан до многие хотят нести доливать туда свое но так не получается ну да это же легенда когда ученик пришел мастер уже мастером пришел к старику и говорит вот мастер вы великий или научите меня горит а ну это киндо неважно что это меч фехтование нужно у того да я это знаю вот вы делаете вот то 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 ну вот это но это я это дело вы мне вот вот это покажите как вы деланы пойдем попьем чай крицей лингрид ну тут пиалушку и мастером наливать мази все 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 говорит он ему льет его до все все варит это ты горит чаши горит у тебя знание свои игры мои знания туда не попадает пустой ты должен прийти ученик должен быть пустым пришел раз и потом ты уже пол получив новое что-то получил ты начинаешь а ты начинает проектировать вот здесь можно изменить вот это вот это я работает главным тренером сборного же спортивно каратэ же я не отрицаю его она хорошая на самой для детей я считаю что лучше заниматься спортивным каратэ вот но не настолько жестким чтобы колени не страдали до спортивным каратэ более может быть даже вашей версии его немножко облегчить до правила для детей поправить чтобы это была скоростная работа чтобы это было до маневрированная работа а сила придет и они сами будут жестким но у нас тоже кончил вводится не контакт отдельно вот это очень это очень важно это настолько гибко это будет правильно вот и вот я занимаюсь когда я ну раньше когда сборной занимался этом смотрел как англичане работа ваша не лидеры были как французеры как испанцы как итальянцы прям снимал видео покупал изучал шлифовал до повторял копировал но когда в девяносто пятом году сенсей встретил он мне начал показать нюансы азы я говорю так это он летает и никто не знает в европе вот этого не знаю японии не все знают мастера лица и я понял что он дает секрет вот в этих вот углах стопах что если ты вот так сделать что у тебя на 20 сантиметров шаг длиннее будет а если шаг на 20 и тут и на 30 40 или дальше ударишь и сильнее я думаю так надо все подводящие упражнения делать чтобы вот из этой стойки бить и я ребят естественно не традиции не занимались приходили сборники но я подводящий выстраивал через традицию да вот углы я им говорил как стопу поставить как откуда выстрелить за счет чего скорость почему локоть так должен идти почему это быстрее там раза чтоб локти так локти к центру от центра и выстраивалась вот люди менялись траектория ударов там стартовали там на 30-40 и некоторые на метр дальше били входы другие за две недели буквально менялась спасибо вам прежде всего за тренировки огромное спасибо потому что хочется прикоснуться вам удачных сборов закончить вам сбора на удачных и мы пока на физических качествах вытягиваем но вот спасибо что удалось прикоснуться к вак я вот прям ощущаю как какой-то рядом источник проходит и как-то хочется найти время и какой-то в жизни какой-то выделить время чтобы получилось туда зачерпнуть это еще здоровье в том плане что ты свою вот эту как теска активную жизнь ты ее можешь продлить да да ну тут вы вообще пример недосягаемый спасибо большое спасибо вас спасибо за субтитры за субтитры сделал DimaTorzok